Так, ребят, ну встаньте ровно, дайте я хотя бы поприветствую с подписчиками. Так, дом нуба здесь, кузница про здесь, кузница читера здесь, а... Э, э, а бог, а где твоя кузница? Моя кузница сверху! Где чё, как... А, понятно, ладно. Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Сегодня ко мне в гости забежали нуб, нуб 1, 2, 3, про читер и бог. И я им дал задание, серьёзно, нуб про читер бог. Я не знаю, что с этим снимать, это, ну, так вся тема, честно говоря. И я вот думал, чё бы сделать крутое, как бы круто реализовать, и придумал. Я попросил абсолютно каждого из них построить деревенскую кузницу. Все вы знаете, что я живу в обычной деревенской кузнице, и все вы знаете, как она выглядит. И сегодня, ну, про читер бог построили вот такие вот интересные кузницы в деревне. Я им дал на это ровно по 10 минут, и вроде все справились, а бог, он даже её наверх поднял, но он её на облаках стоит, и мы сегодня посмотрим все кузницы, как ты их построил, как они вообще живут, и как они, в принципе, там, настраивают коммуникации свои. В общем-то, как вы думаете, кто победит? Давай тебе первому дам слово, собственно, нуб, как думаешь, чья кузница круче? Ну, конечно же, моя объективна. Объективна, откуда ты такие слова знаешь? А, ладно, профессионал, твоё слово? Я считаю, что выиграю я. Читер, как думаешь? Да ни у кого нет шансов против компьютерных технологий, даже у бога. Ну, а бог, а ты что думаешь? Я думаю, что победят высшие силы, силы волния и воздуха. Окей, я услышал ваше мнение, и прямо сейчас подписчики тоже, между прочим, будут голосовать. Поэтому, ребятки, обязательно голосуйте, также в комментариях, чья кузница всё-таки сегодня окажется лучше, но только после просмотра этого ролика. Ну что ж, погнали, начнём мы, как всегда, по стандарту с кузницы Нуба. Давайте сначала осмотрим её внешне. Слушайте, ну кузницу он построил довольно-таки красивую, реально, он построил её из блоков земли. Смотрите, плиты сделал, блоки вот эти вот сделал, всё как настоящая кузница, только вот у него лава немного в обсиди она превратилась. Но это Нубик, чё сказать, чё сказать, просто Нубик. Дальше у неё тут заместо решёточек железных калиточки, кстати, заместо дверей тоже калиточки. А что же внутри? Давайте посмотрим и... Ну слушайте, а уютно? Я не думал, что это скажу, но действительно уютно. Печка, верста, кровать? Можно назвать это кроватью? Не знаю. Умывальник или... Или может туалет? Так, я зря туда прыгнул, ладно, окей. Синовал, не знаю, зачем ему синовал, видимо, он лопает его. И... Да, хороший ассортимент, так сказать, вещи на каждый день. Гардероб Нуба, кустика, три палочки. Ну что я могу сказать? По поводу первого дома у меня, в принципе, слов никаких нету. Просто Нубик. Уютненько, плюс-минус уютненько, но никаких удобств, в принципе. Ну, дом Нуба, чё я ещё хотел, поэтому давайте лучше переходить уже к следующему дому. Я думаю, там будет побольше, что посмотреть, потому что в этом доме больше пока что нечего смотреть. Следующий дом, это дом профессионала, твой домик профессионал. Так, ну что ж, погнали, давайте посмотрим, что-то у нас тут у нас уже всё-таки решёточки, лава, смотрите-ка. Состоит он из алмазных блоков с изумрудными, в принципе, ну, неплохо, неплохо. И тут сверху золотые блоки, золотые полублоки, я бы сказал, прикольно выглядит, реально прикольно. И защищённая дверь, которая просто так не открывается, нужно на кнопочку нажать, прикольно. Ну-ка и... Вау! Нифига, у неё чё, двухкомнатная, что ли, кузница? Ну-ка, давайте осмотрим. Так, за место печки у него стоит плита с вытяжкой, вы только представьте, нифига, он профи. Смотрите, там даже тортик сейчас прям печётся, прикольно-прикольно. А у Нубана, насколько я помню, просто печка стоит. Дальше верстак, ну, верстак он и в Африке, верстак, я так понимаю, он у всех сегодня обычный, и ничего в нём интересного нету. Кровать, слушайте, а вот кровать уже удобная. Смотрите, такая, всякими перегородочками, все дела. Подушечка такая мягкая, я так понимаю, гипоаллергенная, так сказать, ортопедическая, попрошу. Вот одеялко такое тёпленькое, махровое, слушайте, блин. Кровать не чё так, кровать не чё так. А чё вы в второй комнате? Ну-ка тут, вау, тут такой, знаете, свой сад. То есть, как бы, дерево и листва, прикольно. И алмазы слух, которым, да, так и знал. Вещи профессионала, смотрите, дофига изумрудов, дофига алмазов. Всё стиле профессионала, броня. Кстати говоря, смотрите-ка, а бронька-то у него зачарованная. Вы посмотрите, какой я красавчик. Бронька-то зачарованная. И мечи... Стоп, это не алмазный, это не просто алмазный меч. Это не обычный алмазный меч, это какой-то удлинённый. Смотрите, бродсворд какой-то. Удлинённый алмазный меч. На 20 урон, неплохо, он зачарен, конечно. Два локи-блока и золотые яблочки. Так, а вот это вот интересно. Точнее, не золотые яблочки, а одно алмазное яблоко. Слушайте, я не против это проверить. Давайте-ка мы прямо сейчас войдём в геймот 0. Прямо сейчас геймот 0. Всё, пожалуйста. И я хочу протестировать всё-таки, что выпадет профессионалом. Во-первых, если даем яблочко и... И... О, сила, это нормально. С тем мечом вообще супер получится. Так, локи-блок и эндерперлов дофига. Прикольно. Так, а тут что и... О, опыт вообще чудесно. Слушайте, вот это я понимаю. Профессионал. Реально, слушайте, вот этот дом мне реально нравится. Прикольный. Хотя, он неуютный. Вот честно вам скажу. Дом нуба даже поуютнее будет. Потому что, ну, тут всё слишком роскошно. Это, знаете, вот если бы мне дали выбор, где жить, как бы, в обычной человеческой квартире, где просто хорошие ремонты, всё удобно, как бы. Или же в каком-то, не знаю, замке из золота, где картины за несколько миллиардов. Я бы выбрал, скорее всего, обычную квартиру. Не, ну, если бы были картины за несколько миллиардов, я бы, наверное, это выбрал. Ну, ладно. Но так бы я выбрал, да, вот обычный домик. Потому что в нём уютно. В нём есть уютно. Вот посмотрите. Вот тут, ну, приходит за такое время дождичка, садится, считает свои кустики, отдыхает, еду себе делает. А профессионал такой, не, 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 принёс алмазов, дофига, пристройку себе сделал. Ну, в общем-то, дом как дом, чё я вам скажу. Вот просто дом как дом. Прикольненько, конечно, прикольненько, прикольненько. Ну, неплохой дом, неплохой. Поэтому мы идём дальше, читер, мы уже возле себя там. Смотри, не взломай меня. Давай отключай свою защиту электрическую возле дома, и я, в принципе, зайду в твой дом. Кстати, если вы не знали, ребятки, обратите внимание. Ну-ка, он отключил? Да ладно, он отключил. Серьёзно? Я думал, она будет биться? А нет, всё-таки током не бьётся, потому что за кадром бил у меня током немножечко. Прикольно, он отключил, видимо, защиту. Смотрите, во-первых, ой, слушайте, ну, это вот слабо... Ладно, хорошо, забьём на это. Ну, так вот, в обычной кузнице тут у нас обычные, знаете, деревяшки, но тут какие-то сервера. Я так понимаю, это и есть сама защита. Смотрите, решёточка укреплённая. Всё состоит из бедрока. Из настоящего бедрока? Из настоящего бедрока. Где он его достал в выживании? Вот читер под люка, конечно. Смотрите, полублоки серверные. Блин, смотрится клёво. Защита какая-то титановая, МВКшная просто. И дверь какая-то, смотрите, сканер на отпечатках пальцев. Ну-ка, 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 читер сказал, что внёс меня в базу. И да, ребята. Заходим и... Ох ты нифигашечки. Здравствуйте, мистер Шарик на ножках. Я не знаю, что. Но, стоп. А где он спит? А, это же, господи, это же читер. У него всегда день стоит, у него всегда... Он же читер, он может всей команды на энергию прописывать и на всё на всё. Он никогда не устает, ему спать нафиг вообще не надо, я так понимаю. У него, смотрите, тут он пишет какую-то новую программу. Это его рабочий стол. А тут он в Майнкрафте, видимо, что-то тестирует. Смотрите-ка, что-то тестирует и правда. Ладно, тут у него зелёный хакерский компьютер, который можно включать-выключать. Прикольно. Ладно, не буду трогать это, сейчас всё ему ещё поломаю. Свет! Он первый, у кого появилось электричество. У Нубайся, не ошибаюсь, вообще не было света. У профессионала просто факел. А вот у него лампа. Уже прикольно. Какая-то тут фигня, механизмы всякие. Кстати, бедроковый сундук. Неплохо. Опа! А вот это интересно. А вот это я себе загробастаю, как говорится. Посмотреть, что это такое. Давайте по очереди. Первое, это что... О, ё-моё! Ты чё мне не сказал, что это лазерная пуша какая-то? Сейчас же... Загорим! Загорим! Как тушить? Тушить как? Тушить, тушить. Фух, потушили. Вроде... А, ё-моё! О, ау, прикольная штука. Слушайте, смотрите-ка. Это штука, которая тебя телепортирует очень быстро. Прикольно, ну-ка. А это что за штука? Бам! И, допустим, вот сюда вот. Бам, ну-ка. Эй-эй-эй! Прикольно! Прикольно! Это телепорт! Это же чёртов телепорт! Давайте-ка... Вон, погодите. Вон туда, ну-ка. Так-так-так-так-так. Погнали. Эй! Слушайте, прикольно. Прикольная тема, прикольная. Так, это что? Ну, это мы уже тестировали. Тоже какая-то лазерная читерская пушка. Дальше это... Турель. Смотрите. Написано турель. Опа, давайте сломаем. Слушайте, прикольная тема. Турель. Можно вот так вот вокруг дома понастоять. Ладно, давайте их всё-таки ломать. Всё. Ломаем все турели. А это что такое? Так, а вот это вот опасно. К этому я бы не прикасался. Это, видимо, у нас какие-то установочки секретные. Так, ладно, хорошо. Я лучше отойду отсюда. Нафиг надо оно. Не-не-не. А это что за фигня такая? А! Ё-моё! Ха-ха! Это чё? Это подбрасыватель такой? Ха-ха! Слушайте, а у читера много прикольных штучек, которых он начитил, так сказать. Их же нет в Майнкрафте в ванильном, да, у нас? Он их начитил. Блин, прикольно. Погодите, а что если мы сделаем там, смотрите? Опа. Прилетаем примерно вот сюда. И вот сюда вот поставим ещё штучки две. Вот так вот. Опа. И смотрите. И нас будет вот так вот пулять постоянно. Опа. 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 Блин, назад немного пулять. Надо ещё раз сказать. Вот так вот. Опа. Потом. Опа. Блин, прикольная тема, ребятки. Очень прикольная тема. Я могу вот так вот бесконечно скакать. Ха-ха. Ладно, слушайте. Хорошо. И последнее это что? Это стоп. Это я уже видел. Это, в принципе, похожие пушки. Так вот она без прицела у нас, я заметил. Да, это та же самая, наверное, но без прицела. А, нет, всё-таки смотрите. Отличается чем-то, но она без прицела. Мне кажется, с прицелом намного круче, так удобней. И последнее какая-то штука. Это у нас... А-а-а. Ё-моё. Это крюк какой-то. Смотрите-ка, прикольная, прикольная тема. И слушайте, кажется, я знаю, для чего мы используем этот следующий крюк, ребятки. Мы используем его для того, чтобы забраться на до... Я упал в портал случайно, я даже этого не заметил, ребятки. Посыпался дождь. Посыпался дождь после того, как я заговорил про могущественный дом бога. Ну что, ребятки, давайте забираться туда с помощью крюка. Так, опа, 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 опа. Всё, отлично, мы забрались. Теперь он нам не нужен. Так, давайте посмотрим, из чего состоит его дом. Только я выключу дождь. Бог, извини, что я там дождь трогаю, все дела. Я понимаю, это твоя задача, но, извини, я так снимать не могу. Смотрите, у него дом висит на облаках. Вот такие вот прозрачные облака, и тут у него висит вот такой вот интересненький домик. Дом, кстати, смотрите, с такой же крышей, как у профессионала. Вот, обратите внимание. Но тут есть такие блоки, которых нет в Майнкрафте, круглые, которые под силу создать самому лишь богу. Смотрите, а заместо вот этих вот штучек, вот этой вот, вот этой вот, и вот этой вот, которая, знаете, возле обычных кузнец стоят, такие полуплиты. У него тут какой-то, знаете, такой мини-фонтанчик с цветочками, я так понимаю, для птичек, чтобы они смогли напиться воды. И, кстати, заместо лавы у него вода. Ничего себе, а бог реально добрый. Слушайте, прикольно, прикольно это все выглядит очень. Но я хочу зайти в эту алмазную дверь. Кстати, это первый персонаж, у которого алмазная дверь, и посмотрим, что же находится внутри. Ёшки-матрёшки, это чё? Я, ребят, говорил в начале видео, что у всех будет верстак одинаковый. Так вот, я беру свои слова назад, потому что у бога нифига не одинаковый верстак. У него какой-то необычный верстак, да с книгами ещё. Видимо, это какие-то божьи книги. Я не знаю, смотрите, воркбенч, ещё все дела. Прикольно, у него также есть невидимая плита. Вы посмотрите, невидимая плита. Это как? Как это вообще как? Невидимая плита. И, слушайте, вот это я понимаю роскошь. Вот это вот шикарная кроватка. Удобная, мягкая, со шторками. На такой спать лишь самому богу. Ух ты, ё-моё. Смотрите, у него тут и удобная сиденница, кресло бога есть, так сказать, его трон. Дальше глоустоун у него. Кстати, он обычно в аду, я не знаю. Ну ладно, хорошо, забьём. Но этот глоустоун в доме у бога. То есть у него не электричество. Так, также есть аквариум. Видимо, он любит очень живность. Но понятно, он же бог, он любит и птичек, и рыбок, и всех-всех-всех. Кстати, вот по поводу птичек. Вот у него птичка есть в клетке такой, я так понимаю, из чистого золота. Неплохо. И кристальный сундук. Слушайте, а вот это вот прикольно. Смотрите, у него есть дофига пузырьков опыта, которые никак не достать выживания. Но у него они есть. У него также есть тортики, потому что он добрый, добряк, любит всё, так сказать. Также у него есть, опа, пандора бокс. Ребята, это серьёзная вещь, попозже я вам покажу, что это за вещь. Дальше у него есть арфа. Арфа, ну это я знаю, что арфа как бы такая атрибутика является. Дальше нимб вот такой вот, смотрите. Теперь я свечусь тоже. Ладно, снимем. И, в принципе, крылья есть. Вот такие вот шикарные крылья. Вон они торчат, но меня за плащом не видно. Так, давайте с ними всё-таки не будем трогать вещи бога. А то кто знает, что со мной случится. Давайте оставим лучше их здесь. И также я хочу посмотреть, что вот это вот такое. Впервые вижу это. О, а вот это я знаю, что это мультиинструмент. Это единственный. Только у бога, ребятки, такой есть мультиинструмент, который копает абсолютно все, вскапывает всё. И как мотыга, и как топор, и как кирка, и как меч работает. Вот, смотрите, тут, в принципе, всё объединено. Вот, видите, меч, кирка, топор, лопата и кусочек мотыги. Прикольно. А это что? А это... Ой! А вот это я понял, что такое. Это молния, ребятки. Это молния. Самая настоящая молния, которую пускает бог. И она намного сильнее, чем обычная молния. Теперь я понимаю. Ну что ж, последняя. Пандора. Бог. Самое интересное. Что же сейчас будет? Потому что я знаю, что Пандора... О, живность! Смотрите, как дофига живности. Големы, овечки, все дела. Только их отбрасывает читерская фигня. Смотрите, они отлетают, бедные големы. Слушайте, ну бог реально очень любит живность. Ну, слушайте, у бога реально крутой дом. Вот реально, он очень красивый. Как мне кажется, он самый красивый среди всех. Но вот по содержанию дома, мне, если честно, больше всего понравилось. Как бы... Не, ребят, не засрите меня в комментариях, пожалуйста, у нуба. Вот реально, у нуба. Мне понравился больше всего дом по содержанию. Не знаю почему, может я странный какой-то. Слушайте, ну я готов вынести вердикт. А хотя знаете что? Знаете что? Так сказать, бог, читер, профессионал и нуб. Мои подписчики прямо сейчас напишут вам, так сказать, комментарии. Вот сюда вот мне под видео. Поэтому, ребят, давайте они на вас смотрят. Они на вас надеются. У кого же дом был круче? Прямо сейчас напишите. Может быть у всех, может вообще победила дружба. Как вы думаете? Ребят, напишите прямо сейчас в комментарии. Ну что ж, сегодня было вот такое вот интересное видео. Сегодня заставил нуба, профессионала, читера и бога построить вот такие вот кузницы. И в принципе, я уже сказал свой вердикт. Решайте вы. С вами был я, Компот. Не забывайте ставить этому видео лайки, подписываться на канал. Всем удачно, спасибо и пока, ребята.